Отчего же вы отодвигаете свой стул? Нам лучше сидеть близко друг к дружке. Отчего же близко, всё равно и далеко. Отчего же далеко, всё равно и близко. Да к чему же это? Так ведь это вам только кажется, что далеко. А вы вообразите себе, что мы сидим близко. Как вам, как бы мне хотелось обнять вас и прижать к себе поближе. А? Сорока полетела. Солнышко моё, ты понимаешь, ты когда обманываешь, надо же верить. Ты сейчас что делаешь? Сорока. Ты же не видишь её. Надо же конкретно. Вон человек, смотри, симпатичный. А вот Сорока и клюв у неё. Вот такое. Понимаешь? Так, готовим сцену в гостинице. А вы, извините, собственно, кто ей? Я хирург. Это что-то новое в России. Хорошо, что не гинеколог. Я друг её родителей. Я пластический хирург, тот который... А вон оно что. Ассистент Господа на земле. За него доделываете его работу. А он вас просил? Замысел. Чужой. Тогда по какому праву? Да мир существует разнообразием. А вы все пытаетесь под копирку. Одинаковые носы одинаковые, бюсты одинаковые, задницы одинаковые. И вам такой мир нравится? Да если все актрисы Венеры... Ну, иди-ка сюда. Ну, и кто захочет играть бабу-югу? Реквизит приготовила? Профессор, вы... Да вы хоть понимаете, что вы им жизнь калечите? Надежды в них рождаете. Они ведь могут и не сбыться. И что им тогда делать? Снова к вам? Хочу обратно? Или ко мне? Вернее, обещанное. Хирург. А знаете что? Вы создайте при своей больнице театр. Пусть они там все у вас играют. А чтобы не припутать, кто есть кто, ху-ис-ху, таблички им на шею. Я молодая, я старуха, я... Только я здесь при чем? И вашей пациентке, моей студентке, скажите... Впрочем, я все уже и сам сказал. Вы сказали? После этого она хочет бросить институт. Ну что ж, она не спрашивала меня, когда к вам шла. Что ж теперь? Извините, не совсем понимаю цель вашего визита. Вы что, пришли роль для нее просить? Нет, я врач и в театре не очень разбираюсь, но мое участие в больном не заканчивается с концом операции. Есть еще реабилитационный период. Сейчас совсем не время обсуждать, права Катя или нет. Это произошло. Но мой долг как врача... Помочь ей оправиться от операции и после операции. И просить об этом всех тех. От кого это зависит? Так. И что прикажете делать? У кого-то отобрать главную роль и ей дать? Ну, то вы говорите, все роль в роли. Это маленький эпизод. А то, что с ней произошло, это на всю жизнь. Я прошу вас помочь ей. Даже если вы не совсем уверены в ее театральном будущем. Я месяцы трачу. Представляете, месяцы. Чтобы зрители увидели актрису не такой, какая она есть. А такой, какая она должна быть на селе. И он ее такой видит. И толстую видит стройную дурушку красавицы, но без скальпеля. Понимаете? Без ниток. А я вам какой больше нравился? Вот такой? Или такой? А может быть... Вот такой? Вот если таланта нет, вот тогда режьте. Ну, ладно. Я что-нибудь придумаю. Простите, что помешал. Господа! Ну-с. Ано-ка. Взяли дыхание? Взяли дыхание. Взяли дыхание. Взяли дыхание. Взяли дыхание.